Зять погибшего Гусмана Гарипова до сих пор не понимает, почему за 7 долгих часов его близкому человеку так и не оказали первую медицинскую помощь. По материалам дела, упавший с большой высоты мужчина дождался медиков только ближе к вечеру. По версии следствия, все произошло на территории воинской части в Кировском районе. Рабочий Гусман Гарипов упал с верхнего этажа строящегося здания и спустя несколько дней скончался. На скамье подсудимых оказался Альсур Герфанов, прораб строительной компании, которая занималась утеплением чердачного помещения. На сегодняшнем процессе подсудимый попросил прощения у потерпевшей стороны. Сказал, что готов возместить моральный ущерб. Одно прошу, не лишайте мне свободы действиям, так как у меня пенсионный возраст и больная жена ночь 9 дней. Прошу прощения у семьи погибшего, готов компенсировать в разумных пределах моральный и материальный бред. Он увидел его лежащим и понять о том, то ли он упал с лестницы, то ли он просто находился в нетредном состоянии, никто не мог определить. То есть он не выкинул его на улицу, стал звонить водителю, который их привез, чтобы он его забрал и увез. Ну вот, когда приехал водитель, это уже было во второй половине дня, его забрал, значит, ему несколько раз предлагали вызвать скорую, он отказывался от погибшей. Однако родственники погибшего с этим не согласны. По их словам, медицинская экспертиза доказала, что пострадавший был абсолютно трезв. В подтверждение этого у них на руках есть заключение эксперта. Несмотря на то, что Альсур Герфанов все же попросил прощения у родственников погибшего, принимать его извинения они не намерены. Сегодня судья выслушал последнее слово обвиняемого и ушел в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 18 июля. В контакте мобильный репортер 24.